Еврокомиссия считает, что поставки газа в Донбасс следует обсуждать отдельно от поставок на Украину. И, судя по всему, данная позиция может иметь серьезные политические последствия, поскольку де-факто ставит под вопрос принцип территориальной целостности страны. Министр энергетики России Александр Новак, министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин, председатель «Газпром» Алексей Миллер, глава «Навтогаза» Андрей Коболев и заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Мараш Шевчевич намерены обсудить условия поставок газа в Донбасс и выполнение зимнего пакета снабжения углеводородным сырьем Украины. Это первая встреча в таком формате с 31 октября 2014 года, когда стороны согласовали условия зимнего пакета поставок газа на Украину на условиях предоплаты на период до 31 марта 2015 года. Еврокомиссия считает, что поставки газа в Донбасс следует обсуждать отдельно от поставок на Украину. Как европейский источник пояснил данную позицию агентству, Еврокомиссия выступает за раздельное обсуждение вопросов снабжения газом Донбасса и остальной территории Украины. Главным приоритетом должно стать соблюдение России и Украиной обязательства по поставкам и транзиту газа в Европу. По словам министра энергетики Новака, Россия готова поставлять газ в Луганскую и Донецкую народные республики напрямую, только при условии письменного отказа нафтогаза от поставок газа в эти регионы. Сейчас в республике Донбасса поставляется 12 миллионов кубометров газа в сутки. По мнению РФ, прокачка через газоизмерительные станции в Новороссии укладывается в действующий контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» от 2009 года. Напоминаем, 18 февраля Киев отключил Донецкую и Луганскую республики от газоснабжения. «Газпром» 20 февраля увеличил поставку природного газа в Донбасс через газоизмерительные станции «Прохоровка» и «Платова». В ответ «Нафтогаз» объявил об отказе оплачивать эти поставки. Редактор субтитров А.Семкин